Движемся дальше. Юрий Кугнин. Этот парень постарается без картинок вам объяснить суть своего проекта. Всем привет, меня зовут Юрий. Я зампред экспертного совета по блокчейну при Госдуме Российской Федерации и по совместительству основатель проекта Карма. Коротко и понятно. Сначала основатель проекта Карма, потом Госдума. Окей. Наш проект занимается трансграничным пир-то-пир кредитованием. Любые активы в залог и в кредит, и открытый рынок ставок, сроков и процентов залога к телу кредита. В чем проблема? Это избыток ликвидности в странах, богатых с нулевыми процентными ставками. Пока здесь шла подготовка, в соседнем подъезде поужинал со швейцарскими банкирами из UBS, из Тюриха. И они сказали, что для них 2 или 3 процента это круто заработать годовых. И они не знают, куда на самом деле применить свои деньги. Он с гордостью рассказывал, что он дает кредиты под 1 процент годовых. В то же время недоступность кредитов для 3 миллиардов людей. К сожалению, здесь я вынужден Россию поставить в один ряд с Африкой, Латинской Америкой и азиатскими странами. Как правильно заметил Алексей, в плане расчетов Альфа-банк божественный, я пользуюсь, я ваш преданный поклонник. Но в плане кредитов российская банковская система для малого и среднего бизнеса не работает. Я лично пробовал в 23 банка обращаться и брать кредит на свое прибыльное белое предприятие. Мне никто ничего адекватного не ответил. Недавно был кейс о том, что товарищ Костин из ВТБ сказал, что кредитование малого и среднего бизнеса для банков смысла не имеет. Окей, мы займем эту нишу. Спасибо, товарищ Костин. Также еще, почему все это происходит? Потому что нет инструментов скоринга, потому что люди из стран с деньгами, с избытком ликвидности не знают, как оценить россиян, африканцев, таиландцев, кого угодно. И также высокие издержки на банкинг, к сожалению. Наш рынок составляет 2,5 триллиона баксов. Это по данным World Banks. Это недокредитованность малого и среднего бизнеса. При этом почти 40 триллионов лежит на депозитах мертвым грузом и приносит минус 0,5% годовых для обладателей депозитов, даже в России, с учетом инфляции. Сильные стороны кармы – это трансграничность, то есть арбитраж, устранение неэффективности рынка между разными монетарными политиками. Это маркетплейс скоринга. Мы подключаем различные скоринговые кампании. У нас есть и классические МФОшки, и альтернативные инновационные методы, и, кстати, товарищей из психеи наверняка тоже с радостью подключим. Также у нас в чем суть кармы. Карма – это репутация, которую человек зарабатывает на нашем проекте. Это один из важнейших критериев скоринга. Многие активы в залог и в кредит. Также важно, что пиры выполняют любые роли – страховщик, коллектор, оценщик, аудитор, кто угодно. И также я считаю, что у нас огромный вирусный эффект и своя религия человечного отношения к людям. От нас не пахнет корпорация, это очень важно. Бизнес-модель, процент из транзакций, рост курса токена. Не буду сейчас углубляться, технологии вообще никому не интересны, наверное, здесь. Сколько в нас инвестировали? Был такой вопрос. Мы на пресейле собрали в августе полмиллиона долларов и вложили при этом в платную рекламу всего 750 баксов. Потратили 180 тысяч пока. Потратили на разработку альфа-версию, упаковку, пиар и маркетинг, создание юридической конструкции. У нас есть опыт, мы не новички. Мы уже до 5 миллионов долларов пир-то-пир фонд кредитования внутри России собрали. И мы сейчас готовим токен сейл на 10 миллионов баксов в ноябре. И мы позавчера открыли регистрацию в уайт-лист. 2,5 миллиона баксов нам уже насыпали. Так что присоединяйтесь к этим людям. Красавчик. Интересно, правда? Это просто моментальная карма, понимаете?